Приветствую! Сегодня поговорим о том, что Золотов подал в суд на Навального. Он хочет сатисфакции, с которой сам же до этого и съехал, а также миллионы рублей и опровержение всей той страшнейшей клеветы, которой подверг его Навальный. Понятно, что вы изделие из американской пробирки, во все клоны. Естественно, конечно же, вы марионетки. Почему в этой ситуации Золотов так сильно похож на известного хайпажора Николая Соболева? Николай Соболев! Николай Соболев! А также, почему Федеральная антимонопольная служба только сейчас возбудилась на подозрительные закупки продовольствия в Росгвардии. Об этом в сегодняшнем ролике. Золотов заявил, что миллион рублей, которые он отсудит у Навального, а он отсудит, можете не сомневаться, он пожертвует в детский дом. Такая неплохая индульгенция и, в принципе, неплохая схема. Сначала своровать миллионов сто из бюджета, это условная сумма, а после этого отдать миллион рублей детям. Кстати, миллион-то тоже, в принципе, и не свой. Такой схеме позавидовал бы любой мошенник. И тут мне вспоминается Николай Соболев, который, попавшись на политическом заказе, когда он под видом рекламы парков пиарил Собянина в мэры Москвы. Та ситуация с парком, в которую я попал, это, наверное, самое лютое дерьмище, в котором вообще можно было оказаться. Тоже купил себе индульгенцию, пожертвовав в детский дом. Это было его самое первое видео после того дичайшего зашквара. На этой неделе я посетил один из детских домов, убедившись лично, что он особенно нуждается в помощи. Посмотрел я на все это и понял, что ситуацию нужно срочно менять. И, конечно, не хотелось просто отмахиваться этими деньгами, передавая их в какой-то фонд. Сначала пауза после того, как ловят на вранье, потом невнятные оправдания, а после этого пожертвования в детский дом. Вспоминаем обращение Золотова к Навальному и теперешнее его обещание. Если у Золотова хорошие пиар-менеджеры, то они ему посоветуют не просто перечислить деньги на счет, а еще и снять отдельное видео про то, как он помогает детишкам. Обратите внимание, каким суперменом стал Золотов сразу после того, как в отношении него вышло расследование. То он террориста обезвреживает с помощью дара убеждения, то детям теперь собирается жертва в детский дом. Наверное, он и литр водки может залпом выпить. Настоящий мужик. Надо ему все простить. Конечно нет. Посмотрев обращение главы Росгвардии к Навальному, можно понять, почему дебатов между ними не получилось и не могло получиться. Ни одного факта Золотов в своем обращении не привел. Он никак не опроверг то, что говорилось в расследовании. Все, что было сказано, это ты сам дурак и ты западный агент. В дебатах против Навального у Золотова, конечно, не было бы никаких шансов. Там и навык красноречия не прокачан, да и по фактам ему просто нечем отбрехаться. Так что остается старый проверенный способ надавить через подконтрольный суд, как это сделал, например, Усманов. Тьфу на тебя, Алексей Навальный. Интересное продолжение в последние дни получила история с закупками в Росгвардии. Дело в том, что по этим подозрительным закупкам ФАС все-таки решила возбудить дело. Но только что-то подсказывает мне, что за 3,5 месяца после расследования Навального, когда эта информация стала общеизвестной, можно было бы сделать немножко больше, потому что сейчас, конечно, было предостаточно времени, чтобы скрыть все улики, вывести самых интересных людей из всех цепочек, а также спрятать деньги за границей. А все от чего? Да потому, что вам никто никогда как следует не давал паз задницы. Нам остается два выбора в этой истории, в какую версию больше поверить. На одной чаше весов то, что 3,5 месяца ФАС делала ту работу, которую вы можете сделать за 5 минут, а именно сравнить цены в закупках и в магазинах, и понять, что здесь что-то нечисто, и уже пора осуществлять посадки, допросы и обыски. Либо второй вариант. Это специально тянули время для того, чтобы отмазать каких-то людей, для того, чтобы они могли скрыть все улики. Тут уже решайте сами. А может быть еще через пару лет надзорные антимонопольные ведомства заинтересуются дворцами Медведева, заметят домик для уточки. Кто знает. Ну, просто скорость работы у них такая не очень быстро. А так-то они честные люди. Если бы с коррупцией боролись по-настоящему, то сейчас бы Золотов уже был арестован, и его допрашивали. В его резиденциях были бы обыски. Так же бы они проводились и в отношении Усманова, и в отношении Медведева. Давайте называть вещи своими именами. Золотов пробил очередное дно лицемерия, покупая эти дешевые индульгенции. Силовые ведомства занимаются тем, что обслуживают коррупционеров, а не защищают народ. И даже если выпить литр Путинки, то от этого в этот спектакль я бы все равно не поверил. Хотя пить я вам не рекомендую, и вообще здесь вода. Такие вот у нас на сегодня дела, друзья. Всем спасибо за внимание, и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова